Привет, друзья! Представьте себе птицу, с мощной как у орла головой и длинными как у цапли ногами. Она поражает своей грациозностью и элегантностью, а её мастерству танцевать остаётся только позавидовать. При этом её боятся змеи, даже такие ядовитые, как кобра. Знакомьтесь, птица-секретарь! Хотите узнать больше? Тогда приготовьтесь! А перед стартом я прошу вас подписовая природа представлена множеством удивительных обитателей, информация о которых достаточно интересна, а порой даже удивительно. Среди многочисленных классов фауны немалую долю занимают птицы, которыми заселены практически все уголки планеты. И среди них есть довольно странный как по названию, так и по образу жизни представитель – птица-секретарь. Она обладает очень яркой внешностью. Птица отличается маленькой головой, серо-белым клювом, длинной шеей и мощным словно у орла телосложением. Также на фоне других птиц она выделяется длинными ногами с короткими пальцами и тупыми когтями. Поэтому птица перемещается так, словно ходит на ходулях. Живёт птица-секретарь в африканских саваннах. Своё необычное название она получила благодаря темноватым удлинённым перьям, украшающим её голову. Первооткрыватель заметил в этих птицах сходство с секретарями, которые в былые времена носили за ушами свои главные рабочие инструменты – гусиные перья. Если же обратить внимание на латинское название этой птицы, то она звучит как Сагитариус серпентариус, что переводится как «охотник на змей». Длина тела птицы-секретаря колеблется от 125 до 155 см, размах крыльев около 210 см, а среднее значение веса находится в пределах 4 кг. Основной рацион питания составляют пресмыкающиеся, а именно змеи, среди которых немало ядовитых, а также ящерицы, мелкие млекопитающие, насекомые и даже другие птицы. Птица-секретарь ведёт кочевой образ жизни в саванне, где довольно скудная растительность, для неё не так много корма, что вынуждает птицу постоянно менять место проживания. Взрослые птицы большую часть времени держатся парами, охотясь вместе, а спят в основном в кронах высоких деревьев. Секретарь умеет летать, но для взлёта необходим долгий разбег, поэтому полёты происходят лишь в исключительных случаях. В связи с тем, что птица-секретарь отлично расправляется со змеями, местные жители нередко держат её в качестве питомца для борьбы с ядовитыми присмыкающимися и крысами. В отличие от большинства хищных птиц, секретарь никогда не выслеживает добычу с воздуха. Охота происходит исключительно на земле, однако в зрелищности это не уступает. В погоне за добычей птица делает зигзагообразные ходы, запутывая таким образом свою жертву. Затем пускает в ход мощные лапы с опасными когтями. Если же змея атакует в ответ, секретарь с лёгкостью избегает укусов и выбирает момент для нападения. Во время такой схватки птица использует расправленное крыло в качестве щита. Нередко поединки затягиваются, но это не мешает секретарю выходить из них победителем. Достаточно несколько точных ударов по позвоночнику и жертве конец. Сильные ноги позволяют птице-секретарю наносить сокрушительные удары, которые не выдерживают даже панцирь черепахи. Птица-секретарь отличается удивительной прожорливостью. Однажды учёные обнаружили в её забу 21 маленькую черепаху, 3 змеи и 4 ящерицы. Кроме того, там было полно саранчи. Все знают, что в африканских саваннах нередко бушуют губительные для всего живого пожары. Такие ситуации вынуждают птиц улетать от огня, крупных животных спасаться бегством, а ящериц, змеи и черепах прятаться в норах. Но птица-секретарь считает, что пожар – лучшее время для охоты. Она бежит впереди пламени, выхватывая выбегающих из него грызунов. Также она исследует выжженную территорию в поисках останков погибших животных. Стоит добавить, что в Африке птица-секретарь считается благородной птицей. Она изображена на двух стран – Южной Африканской Республики и Судана. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, не жалейте лайка и подписывайтесь на канал.